Здравствуйте, наши замечательные, прекрасные, любимые зрители. Я перебью сразу эту вражину, мы с вами, замечательные зрители, говорим, уже минут 15. И тут Костя такой, а я забыл включить микрофон. Ну, с кем не бывает. Это не первый раз уже на нашей великолепной практике. Однажды нам пришлось целый выпуск переписывать, поэтому я не понимаю, что ты там огорчаешься и расстраиваешься за каких-то 10 минут. Поэтому я и огорчаюсь, свежище. Это было 3 года назад, еще свежа рано. Спустя полтора часа мы такие, ох, блядь, давай по новой. Сейчас, слава богу, мы не так много потерялись, скажем прямо, не так много ценного контента мы потеряли. Пять минут вонючего тупняка. Так вот, что у нас? У нас вышел Cyberpunk 2077. Для меня вышла замечательная игра года Half-Life Alyx. Для Дениса вышла замечательная игра года Immortals, Phoenix, Rising. И мы во все, мы всем этим обмазались, но, конечно же, сперва спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Понеслась со скоростью улитки бегущая строка. Если вы тоже хотите отдать нам свои деньги, мы будем только рады и признательны. Спасибо большое, но чтобы в сумме было за месяц не более 1499. Вообще пора убирать этот донат гол. Зачем вообще донат гол это Патреоне? Убираем. Не знаю, я не знаю. Ладно, не будем провоцировать, если это не байт был. Ни в коем случае. Вот. Короче, вышел Cyberpunk. По оценкам прессы и авторитетных блогеров, эта игра на 10 из 10, скорее всего, игра тысячи... Не-не-не, на 8,8 из 10. А, это сейчас уже на 8,8 из 10, да? Ну, а еще было 9, на самом деле. Девяточка стояла на метакритике, сейчас она опустилась немножко. Сейчас она удивительным образом немножко опустилась, и мы, как настоящие эксперты, попытаемся разобраться, почему же так произошло. На самом деле уже есть инфа, почему так произошло. Насколько я понял, настоятельно рекомендовала всем CD Projekt Red проходить игру для обзора именно на консолях нового поколения, либо на ПК. Помощью только на ПК. Никто не рекомендовал никому ничего проходить. Просто всем дали только ПК-версию. А, да? Просто ключи для ПК? Да, никаких рекомендаций не было. Все, кто получил Cyberpunk до релиза, они получили ПК-версии. А обычных пользователей, обладателей старых консолей, ждал приятный сюрприз 10 ноября. Ой, декабря. Приятный сюрприз начал накатывать чуть раньше, потому что некоторые Амазоны и прочие Геймстопы стали по ошибке доставлять коллекционные издания до премьеры Киберпанка, и в сети начали появляться первые чудовищные видеофрагменты из Киберпанка. Но все такие, вау, ну, да ладно. Сейчас патч первого дня выйдет, нормально все будет. Да, и причем об этом же даже сказала то ли Sony, то ли Microsoft, что им задали вопрос, как вообще допустили, чтобы настолько неработающая на ваших консолях игра вообще дотекла до магазина ваших консолей, соответственно. И они сказали, ну, CDPR нам пообещала, что к релизу все исправят. Наступил релиз, и бум, ничего не исправили. После этого CDPR сказала, ладно, ребят, мы признаем, что консольные для старых консолей версии в перде, поэтому без базара всем вернем деньги. И тут Sony такая, подожди, ебану. До этого мы не соглашались, поэтому Sony сейчас жопит возвращать деньги. Ну, то есть, да, ситуация, вообще, на самом деле, ситуация полностью укладывается в рамки того пиара, который себе делает CD Projekt Red. Вот те, кто помнит, ку-ку, олды, ку-ку, олды тут, те, кто помнит меня еще по стоп-гейму. What the fuck? Я всегда с некоторой неприязнью относился к продвижению CD Projekt Red, когда, не помнишь, с третьим Ведьмаком закинулись на хайп-трейн платных дополнений. Такие, типа, вот все там за предзаказы и за микродополнения берут деньги, а мы, короче... А мы вырежем... А мы, да, все вырезают кусочки и продают их за деньги, а мы вырежем кусочки и просто так их потом раздадим. То есть, уже тогда это было как-то не... Но, с другой стороны, люди действительно бесплатно получали какой-то контент, поэтому, ну ладно, пускай. Очень любит CD Projekt Red браваду по любому поводу. И вот, наконец-то... Я вообще это говорю, на самом деле, без особого злорадства, но с небольшим злорадством. Наконец-то все это несколько аукнулось, потому что вышла, значит, Киберпанк. Прессу заставили за три дня это все быстро пробежать на топовых компуктерах, особо не глядя по сторонам и развешивая лапшу на уши о том, что «Каждое ваше решение будет иметь последствия. Это серьезная ролевая игра, в которой любое действие будет иметь противодействие». И все такие, ну, Ведьмак же классный, что почему нет, конечно, 10 с 10. Если сказали нам, что здесь 50 тысяч концовок, и вообще игра может завершиться до того, как вы пройдете основной квест, ну, наверное, так и есть. «Суперкласс 10 из 10». Когда Sony крашнется. Да, когда упадет твоя игра, тогда она и закончится. В реальности все оказалось несколько интереснее. Я думаю, сразу стоит оговориться, что мне, как и Денису, Киберпанк, в общем-то, понравился. В общем-то, сильно понравился. Но! И тут дамба прорвало и хлынуло. Это вот из разряда как раз вы можете любить и говно, просто отдавать себе отчет в том, что это говно. По многим параметрам Киберпанк — это прям говно. Мне кажется, я не думал, что будет так много багов. То есть вот прям откровенных багов, которые на этапе тестирования должны вычленяться. Но я предполагал, что там будет много всего, и все это будет работать так себе. О чем я говорю? Я говорю о том, что это очень амбициозный проект. Это проект гораздо амбициознее, чем те же GTA или RDR. И при этом делают его не такие эксперты с таким большим опытом в одном жанре, в котором они делают игры Rockstar, а это делают в поляке. Я так скажу, это делает компания, у которой достаточно много денег, чтобы сделать парочку киберпанков, которые могут провалиться. Ну, вот насчет этого я не в курсе. Ну, я, конечно, утрирую, но это люди, которые могут себе позволить нанять ровно столько специалистов, сколько надо для того, чтобы сделать крутую игру. Просто мне кажется, в опыт это тоже упирается. То ли Rockstar, которая наделала этих GTA уже сколько, и хрен знает сколько у них там уже сидит в штате сотрудников, которые знакомы со всеми этими нюансами. К чему я опять же веду? Я веду к тому, что здесь очень много всего. В отличие от тех же, от той же GTA, тут не только по стрелушке, тут еще и полностью работающий стелс, и прокачка, и какая-никакая ролевая составляющая. Все это при этом в огромном открытом мире, который гораздо больше и гораздо более открытый, чем, например, в той же Deus Ex. В Deus Ex тоже была пальба и был стелс, но там, ну, здесь, видите, внимание, еще и Человека-часы разбазариваются на открытый мир. И открытый мир этот гораздо более проработан, чем в той же Deus Ex. И в какой-то степени он даже куда более проработан, чем в той же GTA, я имею в виду чисто визуально. Потому что визуально здесь вот страшно реально представить, сколько народу, насколько долго все это рисовало и дизайнило. Город прям визуально получился безумно великолепным. Но, поскольку здесь есть вот эти вот GTA-подобные механики, с тем, что ты можешь сбивать людей на машине, с тем, что ты можешь как минимум управлять машиной, с тем, что здесь есть копы, которые тебя преследуют, если ты, например, нарушаешь каким-то образом закон. В общем, столько всего сюда напихали, что больше половины составляющих не работают. Либо они не работают вообще, как эти копы или трафика, у которого нет искусственного интеллекта. То есть копы, они не преследуют тебя, как в той же GTA, они просто спавнятся у тебя за спиной и всё. И появляются у тебя в очке, да, и начинают стрелять без повода. То есть оно как бы есть, но оно не работает. Вот у тебя есть как бы стрельба, и вроде даже как бы приятно стрелять. То есть когда ты нажимаешь по кнопочке выстрела, хороший звук идёт, громкий в уши тебя, такой убедительный, отдача какая-никакая есть, эффекты есть, какая-то визуальная разрушаемость даже есть, там как в контроле что-то сзади, там куда попала пуля, отламывается, отскакивает. Выглядит эффектно, но стрелять в этой игре неинтересно. Равно как и стелсить, потому что стелс здесь тоже есть, и точно так же он работает плохо по многим причинам. И одна из самых больших бед киберпанка — это как минимум очень плохой, как максимум вообще отсутствующий в некоторых ситуациях искусственный интеллект. Потому что когда ты пытаешься стелсить в киберпанке, происходит, условно говоря, Watch Dogs Legion. Какие-то болванчики перед тобой стоят, ты их хакаешь туда-сюда, они вертят головами во все стороны, такие, блин, а что, эта крыса нас хакает? Я понять не могу. Думаю, иногда они куда-то начинают идти и брести, но по большому счёту ничего не меняется. Это просто кучка толбоёбов, которых ты раскидываешь любым угодным тебе способом, при условии, что ты, конечно же, не подскользнёшься и не провалишься сквозь текстуру. И это касается и стелса, и экшена. Стрелять по врагам по той же самой причине не особо весело, потому что, во-первых, они тупые, да, во-вторых, игра не сбалансирована. Поскольку у тебя есть прокачка, у тебя есть возможность что-то прокачать неимоверно сильно, что-то при этом будет недокачанное, где-то можно пройти диалогами, где-то придётся воевать. У тебя вот все вот эти этапы, которые ты по ходу прохождения осваиваешь, ты понимаешь, что они работают, опять же, чисто номинально. То есть, вот да, есть враг, по нему можно выстрелить, но по какому-то врагу тебе придётся стрелять полчаса, какие-то валятся с одного попадания, каким-то оружием. Когда ты подбираешь снайперку вообще в этой игре, в остальном оружии необходимости нет. Как бы да, на этом стрельба заканчивается. Да, на этом стрельба... Это как в РДР, ты в РДР-2 доходил до определённого момента, какого-то там ограбления, и у тебя появлялась херова тьма бабла. И до этого, ты знаешь, я ходил, охотился, я выдрачивал себе всякие шкурки, там их продавал, такой оп, я наскрёб себе на пистолет, или на какой-нибудь просто прицел для пистолета, во как весело. Потом ты грабишь, и ты как будто трейнеры включил, и бесконечное золото у тебя появилось. И ты такой... Окей. И вот здесь каждая перестрелка ощущается, как вот это... Окей. Когда ты находишь снайперку, враги, на которых до этого нужно было выпускать по четыре обоймы, на максимальной сложности валятся с одного хедшота. И вот баланс в этот момент, он исчезает окончательно. До этого... Он даже не исчезает, он просто... Его отсутствие видоизменяется. Тебе даже перестаёт казаться, что там есть какой-то баланс. И, соответственно, все энкаунтеры, в которых ты оказываешься, кроме разве что совсем уж сюжетных, они точно так же не... Я, например, находил какого-то там киберпсихопата. Я думаю, они все по такому принципу функционируют. Ты находишь в открытом мире киберпсихопата в какой-то подворотне, ты начинаешь по нему стрелять на максимальном уровне сложности, на том этапе, на котором ты сейчас в игре находишься, и с тем оружием, которое у тебя в ракете, ты понимаешь, что тебе нужно ковырять его минут десять. Ну, то есть просто с автомата высадить в него нужно обоим сорок. Вот тогда он умрёт. Но если ты выйдешь на улицу, на проезжую часть, ты будешь видеть этого чувака, который пытается бить тебя в ближнем бою, но между тобой и ним, вот в том месте, где начинается, собственно, переулок, стоит невидимая стена, за которую он не может выйти. Ты стоишь там и стреляешь по нему. Он ходит и злобно на тебя пырится, но сделать он тебе ничего не может, что он физически не может из этого переулка выйти. И вот вся игра, она заскриптована прям намертво. Поляки взвалили на себя столько, что это не осилило бы и Rockstar. Вот так вот, я считаю. Они хотели сделать хорошо, но такая игра в том виде, вот в котором они позиционировали игру, такая игра делалась бы лет 20, и она морально и технологически устарела бы уже к моменту своего выхода. Ну, не знаю, это такая же спекуляция, как и обещания CD Projekt Red, которые, в общем-то, сейчас им все припоминают, потому что одно дело, когда ты просто сидишь и занимаешься делом, что-то разрабатываешь, другое дело, когда ты даешь громкие обещания и показываешь то, чего никогда в игре не будет. Ты же помнишь, что показывали в 2018 году? Показывали бег по стенам, можно было с помощью этих лезвий Mantis по стенам карабкаться. Я вот сегодня как раз на ДТФ читал заметку, там люди разбирали, что мы в итоге не досчитались, и в свое время в том числе, ну, не разработчики, люди, которые продвигают киберпанк, они обещали, что на консолях старого поколения, которыми занимаются очень плотно, очень усердно, все будут работать как надо. В итоге, как выяснилось, по завершении срочного совещания с инвесторами, консоли прошлого поколения были платформами при разработке второго плана, делаясь игра в первую очередь для комплюкторов. Вот. И так же со многим. Например, вообще CD Projekt очень любит пускать пыль в глаза. Это, с одной стороны, хорошо. А кто не любит? Да, хорошо, потому что, как бы, респект за пыль и красивый маркетинг. Респект за пыль, парни. С другой стороны, вот, ну, мне как игроку обидно. Например, вот эта широко разрекламированная кастомизация пиписки. Для чего она вообще нужна? Ты задумывался об этом? Ну, я думаю, что если ты в душе стоишь и посмотришь вниз, то ты ее увидишь. Труханы увидишь. А, ты труханы увидишь? А если на улицу ты выйдешь, снимешь с себя все шмотки, знаешь, что ты увидишь? Чего? Труханы. Труханы, ну... А знаешь, что ты увидишь, если ты снимешь вот ту одну скорбную шлюху посреди города? Она одна всего, да? И вот я так и знал. Не, говорят, что дальше какой-то бордель появляется. Ну, плюс есть еще там сюжетные... И там можно всех посмотреть. То есть есть сюжетная ёбля с Джуди там и другими вот этими персонажами. Но вот возьмем, к примеру, эту шлюху, что ты увидишь, когда ее снимешь? Труханы? Просто ничего. Да. Просто, ну, там будет сцена, как бы будут там и сиськи этой шлюхи, но как бы все. Ты не увидишь этот кастомизированный пенис. В итоге зачем он нужен? К чему это было? Это просто пиар-ход. Это просто... Ну, вот они сказали, можно сделать пипиську у нас в игре. Ты ее делаешь для чего? Нужна вообще не для чего. Но тут они хотя бы... Ну, а они не говорили, что это будет слишком широко использоваться? А, вот и говорили. В смысле? Они говорили, что эта длина пиписьки будет влиять на геймплей? Нет, они не говорили, что будет влиять на геймплей, но эта пиписька злосчастная была представлена как важное орудие, которое будет не раз применяться в игре, и что у нас тут вообще все серьезно. 2077 год, 18+, ждите, будет просто полная жесть. Ну, в таком случае, окей, напиздели. Ну, а просто изначально сама эта пиписька, она не несет, даже если бы они этого не обещали, в ней смысла не больше, чем в кастомизации лица в World of Warcraft. Ну, в ней смысла не больше, чем в кастомизации лица в Cyberpunk 2077. Я к тому, что вот эти вот обещания 18-го года, это не попытка наебать, это, ну, я думаю, реально, люди хотели это все сделать, но они хотели сделать так много, что у них в итоге сил не хватило. То есть вот эта разница между осознанным наебом аудитории и слишком высоко поставленной планкой. Я думаю, в случае CDPR это слишком высоко задранная планка, потому что, ну, они хотели, наверное, сделать, чтобы можно было карабкаться по домам с помощью кинжалов этих. Это в теории-то сделать можно в этой игре, потому что здесь можно по домам прыгать. Архитектура локации, она подразумевает это в такую возможность. Это не то, что это какая-то сочетающаяся с игрой механика. Суть не в этом. Я думаю, что было и то, и другое. Были и амбиции, с которыми невозможно было совладать, был и немножко гниленький маркетинг с вот такими замечательными фичами, типа этой пиписьки. В конце концов, заявление в духе консольной версии для нас приоритет, или для нас все абсолютно платформы несут одинаковый приоритет, это чуть, блядь, все так говорят. Конечно. Даже вот взять вот эту отписку CD Projekt, которую они выпустили на выходных, типа мы сожалеем, что версии для Xbox One и PlayStation 4 оказались плохими. Мы работали над ними до последнего момента, именно поэтому не давали прессе билды для старых консолей. Типа что это вообще значит? Ну вот это уже дамаж контроль. Это не так работает, что ты сидишь там до 23 часов 59 минут там с 10 на 11 число, потом такой, блин, не успели доделать игру, ладно, закатывай, заливай на PlayStation, все, выходим прямо сейчас. Нет. Ну тут у них уже был выбор, видишь, либо вообще снимать ее с продажи, а, либо выпускать пресс-релиз с текстом, ребят, слушайте, что-то получилось, какая-то полная хуйня, не покупайте на старых консолях нашу игру. Ну, такое, конечно же, никто делать не станет. Что возвращает нас к тому, что мы живем, мы живем в капиталистическом мире, все думают только о заработке, всем плевать на простых людей. Кстати, о заработке акций-то упали уже у Сидипера, они падают плодомерно с 4 числа, причем почему с 4, я не понимаю, тогда какие-то первые рецензии вышли? Ну, видимо, тогда как раз начали появляться в сети не рецензии, а видосики, да, видосики слитые. Ну, ладно, вернемся к киберпанку, к самой игре. Значит, что у нас есть? У нас есть огромный, потрясающе детализированный, безумно красивый, особенно на ПК с рейтрейсингом. Город вообще, киберпанк, это идеальный симулятор скриншотов. Я не знаю, как с этим инструментом работают люди, но я как не зайду в интернет, я вижу кучу потрясающе красивых картинок, сделанных в киберпанке. Как только я включаю фоторежим, фоторежим у меня просто вонючая срань получается. Ну, во-первых, потому что у тебя включен DLSS, а DLSS, он очень сильно размывает картинку. Нет, даже с выключенным DLSS я просто не могу нормально повертеть камерой. А, ты тупо с контроллером не справляешься. Ну, это да, это не проблема игры, если что, это проблема моих рук. Это ни в коем случае не минус для киберпанка. И у нас есть, значит, проработанный сеттинг, который был взят из настолки киберпанк 2020. А также сюжет, главная фишка, сценарии, квесты, все то, за что полюбили ведьмаков, и все то, что представлялось CD Projekt'ом, и прессой, и блогерами, которые играли в киберпанк, как вот киллер фич, как то, ради чего надо проходить киберпанк. И здесь, ну, для меня, на тот момент, когда я закончил играть, все, в общем-то, хорошо, хотя вот этот, опять же, хваленое... Что хваленое? Скажи, я забыл это слово. Вариативность. Вариативность, спасибо. Сегодня у нас Денис перехватывает эстафету IQ 15, а я остаюсь в категории IQ 7. Вот ты много на своем игровом пути замечал, вот из самой вариативности. Так, а видишь, чтобы оценить вариативность, нужно пройти игру два раза. Вон на стопгейме вышел хороший обзор, где они втроем играли и потом сравнивали. Ты его посмотрел? И судя по тому, что они там понасравнивали, вариативность там, ну, далека от классических RPG, ничего не говоря уже там про всякие Fallout'ы, но даже в сравнении с Ведьмаком, насколько я понял, ее там поменьше. У тебя есть выбор, и тебе приятно этот выбор делать. В принципе, что, как по мне, важно, если ты игру проходишь всего один раз и второй раз ее проходить не будешь. Тебе интересно делать выбор, который перед тобой ставит игра, и ты как-то ощущаешь свое влияние на сюжет, какое бы фантомное оно ни было на самом деле. В этом плане у меня, как у человека тоже, который киберпанка когда-нибудь пройдет, но, наверное, один раз и все, у меня к этому особых претензий нету. Но факты говорят о том, что это, ну, не ролевая игра в первозданном своем понимании. Это не Fallout. Это экшен. Это экшен? Да. Это экшен, в лучшем случае Immersive Sim, потому что в том же Dishonored'е тоже, в общем-то, есть выбор, и твои действия, они влияют на финал. Как и в Prey в каком-нибудь, только там это прямо все органично вплетено в игровой процесс, а здесь есть диалоги. Это же даже не про финал. Не, я, конечно, не про финал, я в целом про игру. И вот меня, что больше всего разочаровало, это влияние перков и твоего происхождения на диалоги. Сразу оговорюсь, я, как Денис, не прошел киберпанк до конца, мы отложили это дело до тех времен, когда можно будет нормально играть в киберпанк. Поэтому мы так, типа, предварительно обсуждаем. Через годик мы в подкасте, если он еще будет жив, сделаем свой обзор. Вряд ли раньше. Вот. Пока что ни разу, по-моему, один раз, один раз в диалогах моя предыстория, предыстория моего персонажа сыграла хоть какую-то маломальски незначительную роль. Я попросил какого-то бомжа, который тоже оказался номадом, помочь мне найти одного полицейского. Он сказал, а ты тоже номад, суперкласс, давай я тебе подскажу, куда идти. Но я думаю, если бы я выбрал другую ветку диалога, он тоже бы мне сказал, куда идти. Потому что, если вы видите строчку с подсвеченным перком, которая дает вам дополнительную диалоговую опцию, или эту опцию, которая основана на вашем происхождении, скорее всего, вы получите просто несколько дополнительных реплик, небольшое ответвление в диалоге, но не получите никакого геймплейного развития после этого. И вот здесь, конечно, вкроется мое некоторое разочарование, потому что к чему мне слушать этот лишний трёп? Типа, как помнишь... А, ну я не знаю, так ли у тебя было, но, короче, когда первый раз ты приходишь к Джуди, и она тебе рассказывает о том, кто она такая, показывает свое оборудование, можно, если ты уже прокачал технику, блеснуть, типа, умом сказать, о, слушай, у тебя тут компуктер Core i7-25900, дот, суперкласс, а ты чё там, кулер на него кастомный поставила, да, круто, она такая, да, круто, окей, anyway, вернёмся к делу, и ты такой, ах... Anyway, спермабан бесполезный. Да, да, хакерман такой стоишь, типа, класс, я получил дополнительную реплику, супер, вот эта вот игра сейчас произошла. Это как в том миме с губкой бомбом, когда ты блеснул своим познанием технической части, а она сразу же перед тобой не разделась. Да, ну, типа того. И я себя чувствую почти всегда в диалогах, где появляются дополнительные опции, основанные на моих навыках, примерно так же. То есть я чё-то говорю, там, о, слушай, да я когда-то хакнул эту систему, ты знаешь, и я там тот провод сюда воткнул, скачал такой-то софт, перекачал там байты через байты, килобайты на мегабайты, и твой собеседник тебе отвечает, вау, круто, здорово, ну ладно, вернёмся к делу. И ты такой сидишь... RPG-составляющая в Cyberpunk'е, она как будто работает исключительно на иммерсивность, и всё. Создаётся такое впечатление в эти моменты. Она чисто для того, чтобы ты себя почув... Если ты стрит-кид, чтобы ты себя почувствовал стрит-кидом, что у этого есть какая-то значимость, хотя по факту в рамках прохождения значимости никакой нету абсолютно. Но это вплетено настолько, на мой взгляд, неорганично, что на иммерсивность, в общем-то, не очень влияет на погружение. Ты реально просто какой-то филер себе обеспечил диалоговый, и он ни к чему не привёл, поэтому никакого удовлетворения от этого не получил, и ты такой, ну ладно, хорошо, здорово. Не знаю, я получаю. Опять же, то, чем как раз игра, как мне кажется, хороша, как и Ведьмак, это тем, что здесь любой, даже самый унылый диалог, он всё равно интереснее, чем любой самый весёлый диалог в Вальгале или в Watch Dogs. Поэтому слушать это всё это в любом случае весело, интересно. А здесь мы подходим более плотно как раз к преимуществу киберпанка над многими играми и вообще к преимуществу произведения. Это по-хорошему, по-правильному взрослая игра, в которой есть всё, вообще всё, что надо. Это, ну, начиная с простого кишки, расчленёнка, секс, бухло, наркотики и заканчивая... А в принципе больше ничего и не надо. И заканчивая... Ах, да, ещё бухлом. В общем-то, вот и всё. Не, заканчивая нормальными диалогами и интересным сюжетом, где ты не чувствуешь себя каким-то отсталым, когда ты, ну, как в Вальгале, ты викинг, приезжаешь в Англию резать, грабить, убивать, насиловать, и твой напарник тебе... О, смотри, это же церковь. Ты знаешь, их религия очень интересная, мы должны уважать её. И ГФ, кстати, тоже. Да, как и гендеры всех этих замечательных англичан мы тоже должны уважать. Мы разграбим все эти храмы, но мы разграбим их с уважением. И Викинг, когда грабит очередную церковь, подходит к попу возле... Целует его в лоб. ...алтаря. Целует его в лоб и такой, как к тебе обращаться? Хи-ши-озей. Да, и вот, ну, это такие дистиллированные современные игры, абсолютно безопасные, которые ты проходишь и проходишь. В то время как киберпанк, он не боится ни слов, не боится ни тем, не боится ничего, ну, разве что той пиписьки, которую ты себе создал в начале игры, почему-то. И ты поэтому чувствуешь, что игра тебя в себя погружает, потому что она к тебе обращается на равных. Авторы обращаются к тебе на равных, они тебе дают не просто площадку, как разработчики современных, большей части современных open world, где вот тебе, короче, контекст условный, вот тебе 25 вышек, иди там их все зачисть, что-то там позахватывай, сундучки, туды-сюды, парам-парам. Киберпанк, он хоть и опирается на многие схожие механики, это все же игра более целостная, более взрослая и более похожая на... как авторское произведение. Ведьмак от мира киберпанка. Ведьмак от мира киберпанка, да, типа того, что вот несмотря на безумное количество либо просто плохо сделанных, либо сделанных так, что, ну, ладно, сойдет, геймплейных элементов, все равно вот тебя держат, потому что таких игр, особенно в жанре киберпанка, их очень мало, и их, конечно, надо ценить. Но, 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 это мое третье но за этот выпуск дамба все еще прорывается, вода все еще хлещет. Это не отменяет того факта, что с точки зрения игрового процесса в киберпанке все довольно плохо, и в том числе просто невозможно без боли вспоминать интерфейс, это просто ужасно. Не знаю, тебя все вот этот таб, что ли, вымораживает? Нет, с табом я свык сосмирился, я в итоге его не переключил, но просто я с ним сжился. Я понял крафт. Это крафт, это продажа предметов. Я прочувствовал твою боль сквозь километры. Да, да, это просто какой-то полный пиздец. В игре есть крафт, и я решил изначально в него вложиться, потому что, почему бы и нет. Стелс, когда я еще, так сказать, думал, представлял, как я буду играть в своих влажных фантазиях, я решил положиться на крафт, хакинг и стелс. Реальность, конечно, меня, так сказать, размазала, но изначальный план был такой. В реальности я напомню просто никакой элемент этой игры, он не работает. Да, да, ни один из тех перечисленных элементов. И крафт, это просто полная жесть. Во-первых, меню — это мусор, это помойка, это сраная помойка. В игре есть пища, например, которая тебе дает какие-то бафы. Я не думаю, что вообще хоть кто-то ей пользуется этой пищей, хоть кто-то жрет эти. Потому что у тебя и без того хилок, которых ты полисосишь на локации, и в какой-то момент становится, блядь, 150-250 штук, тебе их девать некуда, зачем тебе эта еда? Да, хилки — это единственные дешёвые в производстве, по-моему, вещи в киберпанке, потому что если ты хочешь себе скрафтить какую-нибудь пушку, не дай бог ещё, тем более, хотя бы синюю или фиолетовую, или, упаси боже, оранжевую, тебе придётся все, просто все мусорные баки пылесосить в поисках ресурсов. Как у нас в Дискорде, в Патреоновском писали, типа некоторые люди по полчаса просто крафтят себе расходники для того, чтобы сделать потом какую-нибудь винтовку. Я так продавал всё бухло, которое у меня было в инвентаре, которое я пылесосил на протяжении 15 часов, ты щёлкаешь по одной баночке, ты тянешь ползунок, чтобы продать 10 штук, окей, продаёшь стак, и у тебя ещё впереди 5 стаков такого же бухла. Ты должен всю эту операцию проделать, потом мотаешь инвентарь вниз, у тебя там ячеек, наверное, 140 забит этим бухлом, и ты такой, блядь, интересно, и 10 минут меня впереди ждут. Да, и причём, если ты продаёшь поштучно, вообще в любом случае, когда ты продаёшь какие-то вещи, у тебя обновляется экран инвентаря, такой типа интерфейс под старину, и ты такой, блин, я хотел или не хотел эту пушку продать, потому что когда ты открываешь сначала свой инвентарь, ты такой, так, вот это, вот это, вот это продам, примерно запомнил, где, как всё расположено, ты нажимаешь на кнопку продать определённую пушку, у тебя обновляется инвентарь, ты такой, аааа, что, вот это я хотел или вот это продать, а вот это мне нужно было оставить или не нужно? Это просто ужасно. Всё это ещё отягощается вот этим вещизмом, который со времён Ведьмака никуда не делся. Если вы помните, там ты заходишь в помещение, ты нажимаешь чутьё... И да, мордой в пол, и ты собираешь вообще всё, что есть на помещении, потому что мало ли вдруг там чё ценное. Ты собираешь в итоге 15 шмоток, тратишь на это 15 секунд, попутно ещё зажигая пару свечей. Ты не хотел, но Ведьмак их, сука, зажигает просто так. Здесь это ещё хуже, потому что в Ведьмаке, знаете, хотя бы вот нельзя было этим заниматься, программно запрещено было, собирать что-то, пока ты в бою. В киберпанке же нет, ты прямо посреди перестрелки этим задеваешься, потому что, ну, не возражаешься. То есть ты выстрелил всё обойму в человека, пока у тебя перезаряжается пушка, ты, да, ты вертишь башкой, такой, так, вот это можно подобрать, вот это, вот это, вот это. Каждого врага можно облутать, с каждого ещё валится его ствол, и в итоге у тебя, короче, 80 килограмм в рюкзаке свободно. Ты убиваешь 5 человек, собираешь с каждого из них по дробовику, который стоит 5 копеек, но весит при этом полторы тонны. Такой, так, отлично. Теперь у нас как в Скайриме, ты, в общем, медленно передвигаешься, если у тебя перебор по грузу. Окей, чего тут нужно выкидывать? Выкидываешь это, 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 да и идёшь к следующей стычке с врагами, чтобы процедуру повторить. Это прям неимоверно нужно очень, очень сильно в этой игре порезать количество валяющегося на уровне говна. Его столько не нужно, собирать его неинтересно, заниматься менеджментом рюкзака ещё менее интересно. Да, но при этом без всего этого говна ты не можешь, потому, ну, если крафтишь. Отсознательно не можешь. Нет, тебе всё это дерьмо нужно, потому что ты его разбираешь, можно не только выкидывать из инвентаря ненужное, можно ещё это всё разбирать. Да всё можно продать, к тому же. Всё можно продать, всё можно разобрать, и всё это тебе в конечном итоге нужно, потому что, чтобы тачку, например, себе купить хотя бы какую-нибудь одну, нужно там 1025 минимум, ну, нормальную. А если ты вдруг ещё захотел респектнуть все свои навыки, то надо ещё соточку вывалить, а несмотря на то, что деньги зарабатываются в Киберпанке довольно легко, это всё равно отнимает лишнее время. В общем, как вы можете понять, внутриигровая экономика тоже не особо продумана. Она не особо работает. То есть она продумана так, что, ну да, у нас будущее, всё стоит дорого, иди пылесось помойки, на что ты рассчитывал, дебил? Ну вот что продумано вкупе с вот этим вот взрослым, серьёзным сюжетом, во-первых, это дизайн всего и вся, начиная от персонажей, их там одежды, вообще всей вот этой вот мишуры киберпанковской, заканчивая дизайнами экстерьеров, интерьеров, я... Ну вот, ведьмак, это либо у тебя болото, либо у тебя острова, либо у тебя леса с деревьями. И избушки однотипные. Но здесь куча районов вот этого города, все стены испещрены какими-то граффити, все люди одеты во что-то разное, это уже, слава богу, не три модельки вот этих неписей, которые мне в кошмарах снятся из ведьмака, одинаковые. Здесь очень разнообразный город, и поскольку сеттинг продуман куда сильнее, чем в той же Watch Dogs, последний Легион, или в каких-нибудь таких псевдореалистичных, ну, тех же ведьмаках, где какие-то, ну, более-менее знакомые глазу пейзажи. И вот этот сеттинг, даже в отличие от Deus Ex, в Deus Ex мне было не очень интересно смотреть по сторонам, но здесь я прям сходил, задрав голову и открыв рот, буквально всегда по улицам. Что-то безумно красивое, это очень хорошо проработано, и вот тут прям стильно, ужасно стильно. Вот здесь прям огромный плюс, и в придачу к этому, несмотря на то, что диалоги, казалось бы, обычные RPG-шные, где у тебя в том же Ведьмаке просто две говорящих головы друг другом говорили, здесь это все равно всегда как-то по-особенному обыграно. Это не, знаете, не три позы на игру, в которых стоят персонажи с пятью жестами, которые они повторяют постоянно в диалогах. У тебя постоянно меняется, как они себя позиционируют, как они двигаются во время диалога, частенько двигаются, как вшит Киану Ривз, например, в игру, это просто великолепно, я пруду до сих пор от этого. Ладно, я не буду спойлерить, но, в общем, это здорово. Вот все, что связано с Киану Ривзом, кроме его озвучки завтра в Киану Ривзе, это хорошо. Ну да, короче, Киану Ривз не очень сам по себе такое. Да, Киану Ривз. Ничего себе не представляет. Ловим говно в комментариях. Класс, мне вообще говнобинго соберем сегодня. Да. Ну, вот смотри, тебя... Вот мне еще в Диосексе глаз зацеплялся за это, а в Киберпанке, где даже дети, которые уменьшены копией больших людей, ходят по улицам с различными приращениями, меня прям вопрос этот очень взволновал. Тебя не смутило, что каждый второй человек, включая там самых обосранных бомжей в Киберпанке, имеет аугментации. Не, я ж не знаю, как работать. Особенно, особенно с учетом того, как эти аугментации выглядят. Например, у детей, вот смотри, вот идет ребенок, у него визер примерно такой же, как у вот этих мельстремовцев. А как он растет? А как вот он растет с таким визером? Да, потом меняют и все, ему берут на вырос. Ну, как ты рост? Что ему... Как ты рос с кроссовками в пять лет? В смысле, как я рос с кроссовками в пять лет? Я просто выкидывал кроссовки, они ко мне не привязаны. Я типа, ну, это просто кроссовки. И там так же. Там целый... Выкидываешь визер, ставишь визер побольше. Я не думаю, что это может работать настолько же просто. Или, ну, идет вот, ну, какая-то там женщина, вся вот этой золотой какой-то кожи, броня. То есть, ну, как, почему? Что ее заставило так сделать с собой? То есть, люди... Это философские вопросы. Нет, да нет, они не философские. Я понимаю, что это будущее, все используют чудеса современных технологий, но просто они немного странно смотрятся. Вот, ну, там, чувак стоит, у него обе руки прям просто железные. И даже с шипами какими-то. Как он, блядь, вообще спит? Как он себе жопу вытирает? Как он жопу вытирает? Да, 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 да. Ну, шипы, наверное, всасываются, когда нужно. Нажимаешь на руке кнопочку, шипы такие, оп. Не то, что мы... Вместо кулака такая бумага, туалетная рулон выскакивает. Ну, может быть, да, мягкая как перышко. Ну, это условности с этим. Это условность, да, мне просто показалось немного странным, с учетом, как выглядят эти приращения, у скольких людей они есть. То есть, ну, ты вообще можешь представить человека, который в здравом уме себе навсаживает имплантатов, как вот эти мельстромовцы. Нет, но мы в такое время живем. Посмотрим, что будет через 57 лет. Может, так и будет. Может, так и будет. Реально, в следующий раз увижу Дениса, он такой мельстромовец. У него и хер дымится. Это отсылка к одному из квестов. Пока вы тут не подумали. Киберпанк, он, к сожалению, получился именно таким. Здесь куча, на каждый хороший, приятный элемент, здесь просто куча багов. Я думаю, многие уже видели всевозможные подборки, нарезки с теми ошибками, которые у людей возникают. Это бывает, ну, не только весело, но еще и рушит всю атмосферу. Да, грустно, потому что... Нет, это ужасно на самом деле. Это ужасно, потому что в один... Это весело, когда ты смотришь это на Ютубе нарезки какой-нибудь. Или на НГГ. А когда ты играешь, пиздец. А когда ты погрузиться, да, этот рэш, я выполнял миссию драматичную. Не буду спойлерить, просто скажу, что она была драматичная. И по ходу этой миссии, значит, человек, который, NPC, который вместе со мной был, которому не очень повезло при выполнении задания, очень драматично передавал мне одну вещь, которую доставал у себя, скажем так, из кармашка. Это когда в такси они ехали. И он пустоту тебе, да, передавал? Нет, он не пустоту передавал, у него вместо чипа прорисовался пистолет. То есть сначала, он, так сказать, из своего кармашка вынул пистолет, помахал им, держа двумя пальчиками перед моим лицом, потом мне в кармашек вставил этот пистолет. Нет, у меня вот до сих пор мурахи от этой сука-миссии, когда с этим же человеком ты едешь, он за рулем. Это я прям хронологию пересказываю, с которой я охуел, когда играл это, причем это пролог. Это пролог, который должен быть выдрачен до блеска, чтобы, ну, это первое впечатление от игры. Но пролог длинный, чтобы вы понимали, там можно еще в открытом мире пошляться, но не суть. Суть в том, что это сюжетное задание. Ты с ним едешь, он за рулем. Вдруг на вас выскакивает минивэн, из которого по вам начинают стрелять. В этот момент пропадают звуки в игре. Остается только его речь и музыка. Ты едешь, стреляешь, у тебя начинает баговать анимация оружия, у которого у тебя в руке. У тебя где-то дробовик без отдачи стреляет без звука, по тебе стреляют без звука, рука у тебя при этом не держит дробовик снизу, а она просто сверху прорисована сквозь текстуру. Ты стреляешь, 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 вы разъезжаетесь в разные стороны с этим минивэном, то есть он по тебе просто ни с того ни с сего, ты не можешь понять, от чего, ты умираешь, ты загружаешься, ты едешь опять, в том же месте умираешь, загружаешься, умираешь опять, потом каким-то чудом баг, видимо, тебя пощадил, ты проезжаешь дальше, идет, что-то, не помню, небольшая подгрузка и этот чувак все так же без звуков, он оказывается у меня на коленях. Он как бы ведет машину, но сидит он не там, где должен, на месте водителя, он сидит где-то чуть-чуть правее, провернут на 45 градусов ко мне и такое ощущение, что он сидит у меня на коленях. Тут пропадает еще его озвучка и вы едете дальше в тишине, слушая ебаную музыку какую-то. В кринжовой тишине он сидит у тебя на коленях. В кринжовой тишине он сидит у меня на коленях. Слышно, как жопа скрипит по кожаному сиденью. Если вы понимаете, о чем я. Мы подъезжаем к Кованпосту, там багует моделька Копа, которая к нам подходит. Она не идет к нам, она просто, сука, левитирует без всякой. Это просто какой-то ебаный пиздец. И причем на тот момент, когда вот эта миссия в игре, и ты уже понимаешь, что это норма для этой игры в ее текущем виде, потому что такого ты по отдельности хапнул до этого уже, блядь, раз 20. Причем я говорю про ПК-версию игры, не про консольные. Есть еще у нас мощные комплюкторы с Денисом, так что отставить вот это все. Даже мощные комплюкторы, они даже при выключенной трассировке они справляются с игрой худо-бедно. Стабильные 60 фейписов на 2080 Ti. Ну, чтобы у тебя в любом месте было 60 фейписов, а не только где-нибудь в замкнутом помещении в туалете, где текстур толком нету. Только при условии, что ты включил DLSS. DLSS это такой нейроапскейлинг с 720, наверное, до твоего заданного разрешения. Это смазывает картинку достаточно, для того, чтобы она уже была не такой впечатляющей, потому что вот когда ничего не багует, картинка очень хорошая. Даже без рейтрейсинга. Но рейтрейсинг включать на 2080 Ti это у тебя сразу FPS падает в лучшем случае в два раза, в худшем случае в три раза. Если ты врубаешь все на максимум, включая рейтрейсинг без DLSS, у меня было фейписов 19-18. Ну да, типа того. на 2080 Ti, блядь. То есть к чему это все? К тому, что нету вообще никакого смысла, ни малейшего смысла, разве что вы фанат, который ждал эту игру последние пять лет и ему не терпится, никакого смысла нету сейчас играть в Cyberpunk. Абсолютно. Всем, у кого жопа не горит и у кого нету какой-то необоснованной нужды прямо сейчас быстрее бежать, проходить, я советую подождать полгодика-годик. И даже если вы начали, даже если вы чувствуете, что вам нравится, лучше удалите. Вот как мы сделали здесь, мы удалили. Потому что эта сука вызывает привыкание, охота играть дальше, несмотря вот на все, что мы описали, на неработающие механики, на забагованность. Она сука затягивает. Возможно, как раз там каждый, наверное, найдет то, чему понравится. Сюжет, сеттинг, какой-нибудь антураж, персонажи очень клевые. Там детализация их лиц, это вообще шикарно, когда они вплотную разговаривают, как живой. Одна из тех немногих игр, где персонажи выглядят тут нормально, как красивые люди. Вот, знаешь, так красивые люди. Несмотря на то, что все железяками обвешаны и обкованы. Да, да. То есть, в Вальгалу запускаешь, там какие-то болванчики пластиковые. Ты включаешь легионки, все темнокожие, не считаю это что-то плохим, но просто однообразие не люблю. Да, и против однообразия. Здесь много разных моделек. Здесь и пузаны есть, и модельные внешности, и мужчины и женщины, и какие-то старики, и старперы, и дрищи. В общем, все есть, все прикольно, ну, многие прикольно выглядят. Ты смотришь, и вот, ну, здорово, тебе приятно находиться в игре, у тебя цепляется глаз, вот, картинка прям сочная, красивая, яркая. Кто-то о чем-то болтает со всех сторон. Единственное, что, конечно, поведение толпы, ну, 2020 год, Скайрим уже с Radiant AI вышел 10 лет назад, но почему так плохо? Толпа, вот, это еще один элемент, который очень сильно вредит погружению. Во-первых, это просто какое-то броуновское хаотичное движение людей по непонятной траектории, зачастую. Во-вторых, они вообще, в какой-то момент, если что-то, если какая-нибудь бутылка упадет, они могут начать в разные стороны бегать, что-то садиться, пригибаться, вызвать свою маму на помощь. Но при этом, если с крыши здания сбросится какой-нибудь очередной несчастный белый воротничок, который не выдержал 80-часовой рабочей недели, все могут просто ходить вокруг него и ничего не делать. Да, у меня там он даже в видосике, который The Live Channel залил, стоит коп курит. Я хожу перед ним, таскаю трупы, стреляю в воздух, стреляю в трупы, ей похуй, она дальше стоит курит. Ну, вот опять же... стоит тебе просто так близко подойти к этому копу, просто вот вплотную подойти, без оружия, этот коп сразу достает пушку и начинает тебя расстреливать до смерти. Чтоб вы понимали, к сожалению, вот неработающие механики, они не будут исправлены даже спустя год, потому что ты... ну, ты не можешь в игре, в которой отсутствует искусственный интеллект, спустя год добавить искусственный интеллект, ну, по крайней мере, мне кажется, что не можешь. Чтобы исправить все это, нужно сделать, по факту, уже новую игру, потому что настолько поломано все, что в этой игре есть, фундамент даже этому не заложен толком. Оно там просто есть. Там просто есть стрельба, там просто есть стелс, там просто есть неписи, которые просто ходят. Сделать из этого что-то толковое уже нельзя. Но через год хотя бы завезут оптимизацию, подешевеют новые видеокарты, исправят все баги, хотя бы, то есть, вот такими глупостями, которые вот просто глупости, которые по недосмотру там оказались, такого там уже не будет. И вот тогда уже можно будет пройти, наверное, киберпанк и получить куда больше приятных эмоций, чем сейчас. В конце концов, первое впечатление, оно одно, поэтому... И лучше себе его не портить, да. Да, лучше не портить себе его сейчас, когда игра сломана к хуям. Вот она просто сломана к хуям. То есть, типа, в целом, если вам вообще прям не имется, наверное, можно, ну, раз многие смогли пройти киберпанк от начала и до конца, не словив каких-то критических багов, но вот всякой мелочи, вот этой отвратительной, мерзкой, неприятной, ваше прохождение будет испорчено прям на 100%, я вас уверяю. Лучше подождать. CD Projekt уже сама сказала, что раньше февраля самые критические баги они не починят. Это прям вот их официальное заявление, когда они такую, типа, наброса кроадмапа выкатили, они прям так и сказали, что в течение пары недель будет несколько хотфиксов, потом большой патч в январе, потом большой патч в феврале, и вот лишь в феврале киберпанк, но они, правда, говорили это про в первую очередь версию для консолей второго поколения, но я думаю, это касается всех версий. Вот раньше февраля вообще нет никакого смысла даже пытаться играть в киберпанк, если вы хотите максимально сгладить острые углы при своем восприятии киберпанка. Я бы сказал, что нужно к этому времени еще прибавлять плюс-минус годик. Плюс-минус годик, плюс-минус 3080 Ti. Да, плюс-минус 3080 Ti. А вот, знаешь, как выходила GTA 5, и ты там страдал, ты все ползунки дергал, чтобы у тебя хотя бы тридцаточка феписов была, сейчас я запускаю GTA 80 на ультрах, все вообще на максимум, все, блядь, выкрутил просто в потолок, красота. Не феписа не проседает. И это GTA. И GTA-то, она на старте была куда лучше, чем и RDR, насколько я помню, по крайней мере. Может, я плохо помню. И чем Ведьмак 3, и тем более 2. В общем, с годами все становится только лучше, поэтому нехер сейчас нырять киберпанк. Кроме нас. Кроме нас. Да. Но, тем не менее, я еще раз подчеркну, я вообще, как и Денис, без ума от киберпанка, просто, во-первых, забудьте почти обо всем, что CD Projekt с Апломбом обещала в течение всех этих долгих лет. Даже забудьте то, о чем вы и без всяких пиар-компаний надеялись. О чем вы сами мечтали, да, на протяжении долгих лет. Игра, она как бы средняя. Абсолютно. Именно вот как игра, в ней нет вообще ничего прям хорошего, чтобы ты такой, блин, вот стрельба здесь хорошая, вот стелс здесь, прям как в Sprinter Cell Blacklist и там Kios Theory. Ничего такого не будет, такие вещи сразу, о таком сразу забудьте, здесь плохая езда, здесь плохой искусственный интеллект, это тоже рушит погружение, но вот в чем киберпанк силен, в том он силен вот на все, на все плюс 10 очков в Ксиле. Это потрясающий город, это интересные персонажи, это хорошие диалоги и, ну, наверное, качественный сюжет, мне сложно пока сказать, потому что я... Ну и глубокий лор, интересно даже записку читать. Причем Лорен здесь как бы напрямую связан с тем, что вы видите, то есть когда вы заметите шлепок, единственное, что осталось от бедного офисного клерка, прыгнувшего с высотки, вы знаете, почему он спрыгнул, потому что вам это рассказывается в записке, и вот складывается вот эта общая большая картина мира киберпанка. Бас Халлок еще овер до хера, что тоже не может не радовать, поскольку это какое-то там далекое будущее, туда можно напихать вообще всего говна. Поэтому все, что бы более-менее попсового, известного вы вообще в своей жизни не встречали, какую бы игру, какой бы фильм, каких бы персонажей, каких бы ютуберов западных и даже российских вы там плюс-минус громких не знали, все это есть в киберпанке. Нужно только немного покопаться. И, конечно же, да, отсылочки к Бэйд Раднеру все имеется, даже в иконках перков. Единственное, что, мне все-таки немного покорожило, покоробило обилие вот этих вот медийных персон в киберпанке. То есть я еду по... Ну ты про внешность. Ну да, ну типа ни к чему, мне кажется. Потому что, ну вот есть, помнишь, год назад или два года назад был мем с какой-то стримершей на Твиче, которая проходила Last of Us, и когда там в кат-сценке убила Элли зайчика, она такая... А, ну да, да. Она тоже есть в этой игре, и, естественно, я знаю ее только по этому мему, и как бы мне немного странно ехать по Найт-Сити, воображать себя Декардом из Блэйд Раннера, и тут я смотрю, на меня с афиши улыбается эта самая девочка из мема, и как-то... Не то чтобы это прям проблема, но это тоже такое, типа, это продвижение. Мне кажется, этому просто способствует угар самого сеттинга, то есть вот эта вот отбитость во всем, она вполне способствует тому, чтобы ты напихал туда пасхало к любой степени тяжести. Почему нет? Ну то есть, здесь это не выбивается. Если бы у тебя Викинг был с лицом Лана и Пирс этой, тогда это одно дело, а когда у тебя в Киберпанке такой персонаж, что why the fuck not? Вроде балдежно. Ну все, не знаю, мне вот это не очень понравилось, такая чисто мой личный небольшой доеб в копилку общих проблем Киберпанка я не добрасываю, так повертел монетку, знаешь, можете меня еще за это похейтить. Ну давай, да, мы же бинго тут собираем. Шишит бинго собираем, и, наверное, мы спустя 50 минут можем закончить с Киберпанком до следующего года, до следующего декабря. Конечно уже. И перейдем к по-настоящему крутой игре. Короче, чуваки и чувачессы, мне наконец-то повезло поиграть в Half-Life Alyx, причем не просто поиграть в Half-Life Alyx, а поиграть на Valve Index. Это самый крутой, самый современный VR-шлем, который сам Габен разработал, и когда ты покупаешь Valve Index, тебе Alyx дают в подарок, потому что идеально они сочетаются. Короче, Alyx это просто полный отвал башки во всех смыслах. Мы еще с Денисом планировали весной что-то сделать, рассказать про Alyx, но тогда случилась пандемия, и уже нельзя было никуда сходить поиграть. Ой, как жаль. Какая жалость. Я так расстроился. Бля, ленивая задница ты. Я читал твой сегодняшний твит. О, блин, я весь день играл. Просто кошмар. Пришлось прилечь полистать твиттер. Давай, расскажи, через сколько ты устал листать твиттер. И что, как, как, что ты расслаблялся после этого? Мне захотелось ссать, как через какое-то время, я долго терпел. Но встать нельзя было, ты просто повернулся с дивана. Я нашел в себе силы и встал, пошел в туалет. Я нашел в себе бутылку, взял ее. Я буквально под музыку из роки это делал. Из коки. Короче, в общем, да, появилась у меня возможность пройти Аликс на Valve Index, я пока еще не прошел, это, насколько я понимаю, первая прям большая, красивая, дорогая игра, сделанная чисто под VR. Она безумно интерактивна, там такой графон, это просто охренеть можно. Причем, я офигел от того, как круто проработаны материалы. То есть, ты подходишь к какому-нибудь верстаку, ты берешь с него кусачки, и эти кусачки, они выглядят прям как в реальности. Вот эти, вот этот металл, как он блестит, ручка прорезиненная, на ней какие-то потертости, это просто охренеть можно. Ты берешь зажигалку, вот эту крикетовскую, в руки, и она выглядит вот как зажигалка из реальной жизни. Это что-то вообще майндбловинг. И так как у этого VR от Valve, у Index, еще и продвинутые контроллеры, наклзы, они называются, они, во-первых, тречат положение твоих пальцев, то есть, ты можешь факом тыкать в лицо комбайном, ты можешь два пальца засунуть в глазницы трупа, взять его за эти глазницы и немножко протащить. То есть, первые полчаса я просто брал трупа за верхнюю челюсть и таскал их туда-сюда. И более того, ты можешь взять банку из-под колы, ну там, какая-то кола, Сити-17 кола, и так как эти наклзы, они детектят силу нажатия, ты можешь сжать контроллер, и ты в руках сожмешь эту банку, и она прям сожмется, моделька изменится, и ты можешь кинуть эту банку в голову тоже вонючего комбайна. Это просто охренеть можно. И, конечно же, VR дает массу новых возможностей. Как я вообще проходил эту игру, это просто угар. В общем, суть такая, у тебя есть набор оружия, специальный манипулятор для решения задачи к головоломам к VR, и по одному месту в каждом из кармашков на руке, либо для гранаты, либо для аптечки. Проходить вообще страшно. Чтобы нормально играть в Аликс, нужна очень большая просторная комната, хотя бы 2,5 на 2,5 метра. У меня этого пространства не было, у меня где-то полтора на два было. Я постоянно бился то головой, то руками об стены. И вот постоянно есть страх, что ты что-нибудь разобьешь. Как минимум этот шлем за 150 тысяч как максимум себе голову еще в проводе путаешься, который за тобой волочится. И типа игра, она вообще так устроена, что ты чувствуешь себя некомфортно. И вот значит, ладно, к этому я еще вернусь. Вот значит, я иду, у меня в одной руке пушка, иногда я могу ее спрятать, взять манипулятор или вообще ничего не брать. В другой руке в принципе можно нести какую-нибудь гранату или аптечку, но это не очень удобно, потому что как только ты встречаешь какого-то врага, начнешь паниковать, ты разжимаешь пальцы, у тебя все падает из рук, и ты пытаешься что-то сделать, как-то отскочить и бежать от него. Поэтому мне мой коллега подсказал лайфхак, я нашел, так сказать, если ты, как в этих, в рекламных баннерах пишется, чтобы пройти Алекс, достаточно простого советского читать дальше. Я просто взял какое-то помойное ведро в руки и начал складывать в это помойное ведро все аптечки и все гранаты, которые находил. Блин, то есть ты идешь, 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 там что-то смотришь, видишь перед тобой какой-нибудь комбайн, ты настаешь пистолет, начинаешь в него стрелять, и может так случиться, чтобы по какой-то причине у тебя это ведро вывалит из рук, рассыпятся все твои аптечки, все твои гранаты, ты как бичара, бомжара в панике начинаешь ползать по полу, собирать все, что от тебя выпало, параллельно кидая в этих комбайнах кирпичами и гранатами, что под руки попадется. Это просто, просто, это вот реально next-gen experience по-настоящему. Причем там перезарядка оружия, она тоже заточена под контроллеры VR-ные, там, не наклозы, не наклозы, и чтобы перезарядить пушку, тебе нужно, значит, извлечь обойму старую, если это пистолет, достать как бы из-за плеча другую обойму, вставить ее, прям, ну, руками вот себе за спину руку одну засуну, завести, достать обойму, вставить ее, то есть прям, ну, рукой по руке ударить, либо передернуть затвор, либо нажать кнопку, и потом ты только можешь стрелять, и, конечно же, когда ты проходишь там какую-нибудь темную жопу, в которой на тебя из каждого угла выпрыгивают хедкрабы и супернеуязвимые хедкрабы, ты начинаешь паниковать, у тебя из рук падают эти обоймы, ты забываешь, там еще какие затворы передернуть надо, пытаешься куда-то убежать, блин, это просто охрененно, и тут в Alex не такая, как я понял, интерактивность, как в Boneworks, это нашумевшая, то ли прошлогодняя, то ли позапрошлогодняя игра, где прям вообще все можно, но все равно, но Alex подкупает именно тем, насколько дорого и круто она сделана, то есть можно, например, перед тобой появляется какой-нибудь противник, у которого, ну там миниган, там есть такие, ты спрятался за двумя бочками, он начинает стрелять, так получается, что его пули отбрасывают одну из бочек, за которой ты прячешься, ты руками хватаешь эту бочку и держишь ее, чтобы она не упала, потом как-то пытаешься высунуться головой прямо из-за этой бочки и его расстрелять, вроде получается, вроде не получается, в тебя кидают гранату, ты в панике тоже такой, типа как горячую картошку эту гранату, пытаешься подобрать, кинуть в них обратно, все это просто какой-то дичайший угар, да, там как бы, ну, перчатки Аликса, они работают, как гравипушка в Half-Life 2, поэтому, когда я говорю, что ты хватаешь прямо руками, я не всегда имею в виду, что вот ты прям по полу ползаешь, там можно к себе подтянуть предметы, но в целом, даже когда ты пользуешься этой функцией в горячке боя, это все выглядит именно так, будто ты вот пытаешься в панике в темной комнате найти какой-то предмет у тебя не получается. А сколько ты играл-то в нее, что ты ее до сих пор не прошел? Я играл в Аликс уже, наверное, часов 11, вообще игра сама по себе длинная, типа 15 часов, но я еще, естественно, хожу все разглядывая, потому что это тяжело описать словами, ты идешь, как бы, ну, по Half-Life, и у тебя все в натуральную величину, все очень круто, ты и мразь. Я бы, если ты думал, что я не услышу. Я бы ты это вырезал, просто что-то остановился. Ты идешь, у тебя все в натуральную величину, все можно потрогать, и тебя мозг начинает наебывать. То есть, ты прикасаешься, ну, к стене, допустим, вообще к чему угодно, у тебя вот твоя виртуальная рука, она останавливается, и твоему мозгу кажется, что и твоя, ну, реальная рука тоже должна остановиться. Ты, конечно, не прям вот чувствуешь эти предметы, но инстинктивно тоже руку останавливаешь. И еще мозг тебя начинает наебывать, когда меня, по крайней мере, наебывал, когда я на лифте катался, прям появлялось, ну, то есть, твое тело, твой мозг понимал, что воспринимал визуальную информацию, ему казалось, что ты куда-то движешься, там, вверх или вниз, а тело при этом оставалось на одном месте, и ты не понимал, что вообще происходит, и начинала немного голова кружиться. Ну, тебя вырвало хоть раз? Нет, слава богу, меня ни разу не вырвало. В это самое ведро с патронами с обтечками. Это было бы забавно. Причем, сама Алекс, она безумно интересная, там, прикольный сюжет, ну, как бы, это все во вселенной Valve, вот этой, Valve Connected Universe. Там прикольные идеологии, там, знакомые персонажи, ну, про концовку говорить не буду, может, кто-то еще. А герой-то говорит? А Алекс, да, Алекс разговаривает, она общается, да, то есть ты ходишь, и все время у тебя есть какое-то приятное трещание над ухом, и еще, тоже классная фича, можно, например, подтягивать к себе предметы, которые висят на поясе у комбайнов, то есть ты такой, типа, прям на картонах крадешься за комбайном, такой, тырешь у него гранату, он это замечает, и ты такой, блядь, он заметил, начинаешь в панике эту гранату активировать, что-то кидаешь в него, она от него отскакивает тебе обратно в лоб, и вот все грустно заканчивается. Это игра, в которой можно реалистично посмотреть в коллиматорный прицел. Ты же знаешь, ну, коллиматорный прицел, он, ну, не как в большинстве игр работает, когда вот у тебя есть просто точка в центре экрана, ну, условно говоря, и все, она неподвижная. Коллиматорный, вот эта точка, она, ее положение, грубо говоря, зависит от того, как ты на нее смотришь, под каким углом. И вот точно так же это работает в Half-Life Alyx, то есть тебе надо прям ровненько взять пистолет, посмотреть по центру вот этого кружочка прицельного, и тогда ты увидишь вот эту красную точку и можешь стрелять. Там очень много вот этих всяких фишек, заточенных под интерактивность, то есть, ну, естественно, когда ты перезаряжаешь дробовик, тебе нужно там нажать кнопочку, чтобы он разложился, потом руками его обратно сложить, передернуть затвор, вот это все, вот эти все дела. И с учетом того, насколько крутая деталь, я прям, я не знаю, об этом вот как-то никто даже не говорил весной, но понятно, что мало у кого есть VR, в целом я читал в обзорах, что типа, да, крутая графика в Alyx, но по-моему, вот как-то в медиапространстве не обсуждалось то, насколько реально охерительный графон в Half-Life Alyx, с учетом того, что это игра для VR, которую там надо рендерить для каждого глаза отдельно. Ну, плюс еще в Бешеных Федер, я думаю, там, наверное, High-End вообще ПК нужен для этого. На самом деле нет, то есть, я играл на 2080 Ti. На самом деле нет, я играл на 2080 Ti. Не, но я читал, я читал, что народ пишет, и в целом многие, ну, на таких, на средних компах играют. Вышло, например, пару дней назад Medal of Honor, в который я тоже хотел поиграть в Outer Respawn. Там вообще какие-то безумные требования, типа, чтобы было хорошо, нужно 3080 и 300 гигабайт на SSD диске. И при этом ее вроде как засрали, да? Да, и при этом это полное говно с отстойным графоном. Я посмотрел какие-то гифки, вообще просто невозможная параша. А в Half-Life все, вот знаешь, еще все так стильно сделано. Ну, я посмотрел вот эти гифки из Medal of Honor, что-то руки трясутся, дрожат, когда человек играет. А вот в Alyx все очень плавно. Вот это тоже, может, обращал внимание, когда ты смотришь какие-то видосики, как люди играют в VR, зачастую у рук такие дерганные движения, неприятные. Да. И это вот, ну, во многих играх это так вот, и видишь ты эти руки, когда сам в VR. А в Alyx все очень плавненько, все очень круто. Ты когда поднимаешь руку, чтобы нажать на какой-нибудь предмет и притянуть его к себе, он так стильно к тебе подлетает, ты его ловишь, кладешь себе как бы в рюкзак за плечо. Это вообще, ну, прям очень дорого выглядит. Ты смотришь на вот эти перчатки, да, в Alyx же нет интерфейса, вся информация отображается на перчатках. Ну, почти вся. Ты смотришь, ну, просто поворачиваешь руку, там у тебя твои хеллспоинты, и ты начинаешь рассматривать эту перчатку тоже, как вообще она детализирована. Это, я не знаю, что это, что это за магия такая. Это, ну, совершенно удивительно. Это магия, да, это магия Valve. Ну, конечно, я не могу никому посоветовать, вот прям иметь дома VR, долго в нем играть нельзя, потому что, во-первых, это нужно очень большое пространство, свободное, во-вторых, нужен мощный комплюктор. Да и в-третьих, сам шлем не дешевый, сука. В-третьих, да, сам шлем очень дорогой, в-четвертых, это тупо неудобно. То есть, когда ты надеваешь шлем, это надо вот все, часов на, ну, на три, сколько ты там можешь в этом VR-е выдержать, погрузиться, не отвлекаться, ни на какие сообщения, потому что самое тупое, это когда ты что-то идешь, играешь, тебе нравится, круто, и тут тебя начинают Apple Watch вибрировать, и ты такой, сука, блядь, начинаешь с рук стягивать что-то класть, приподнимаешь шлем, смотришь, что за сообщение, там AliExpress очередную распродажу начал, такой, блядь, мразь тупая, потом все это снова на себя натягиваешь и играешь дальше. Там можно, конечно, выйти на рабочий стол компьютера, но там, ну, очень тяжело сообщение писать с помощью этих контроллеров. Вот, и плюс, конечно, есть такой эффект, когда выходишь из VR, у тебя, наверное, еще час, голова нормально не соображает, ты прямо, ну, как в тумане. Может, надо больше играть, чтобы не было такого, ну, сколько я неделю, наверное, ходил в AliEx, играл, и так себе после VR ощущение, но сама AliEx, это, конечно, просто какой-то удивительный прорыв, то есть, представь вот себе боевик, там, Майкла Бея какого-нибудь, или Нила Бломкемп, который ты смотришь от первого лица, ты ворочаешь головой, можешь двигаться, это все максимально реалистично выглядит, это прямо вау, просто вау, я такого эффекта от игр, ну, не было уже очень давно, последний раз, наверное, такое было, когда я впервые надел 3D Vision в Call of Duty Black Ops 1, Игра года? Игра года, Аликс. Жалко, TGA так не считает. Да, но это на самом деле странное дерьмо, потому что, вот, ну, типа, сколько лет уже, блин, мое слово паразитность сегодня, это типа, да? Добро пожаловать в клуб, Банни. Да, сколько лет уже пытаются продвигать VR, вообще, все, кому не лень, и, ну, получается, это с трудом, и, как бы, совершенно не способствует продвижению VR-а тот факт, что просто, кто, ну, просто мало людей поиграло в Half-Life Alyx, и на TGA решили, ну, раз мало людей поиграло, значит, мы не будем вообще даже в гонку за звание игры года включать эту игру, что за отстой. Как можно вообще продвигать VR, когда инфлюенсеры главные закрывают глаза, ну, не просто на дорогой блокбастер, вот, который прям заточен под VR-а, а на игру, которая объективно очень крутая, очень интересная, очень зрелищная, и, ну, что, какого будущего для VR-а мы ждем при таком раскладе? Ну, хайпануло-то, Алекс неплохо в свое время, но быстро угасло, потому что, да, она быстро угасла. Некому поддерживать этот хайп, ни у кого нету VR-а. Как бы, сами технологии развиваются, я еще поиграл в Oculus Quest 2, это который без проводов шлем, я не до конца понял, как он устроен с точки зрения дистрибуции контента, то есть, могу ли я к Steam-у своему подключиться и в Алекс поиграть как-то, но в целом, как бы, вот, да, уже есть шлемы с хорошей картинкой, ну, с такими, с нормальными манипуляторами, без провода, вот, но, как бы, нет контента для этого, вышла вот одна большая крутая игра, но ей довольно мало внимания уделили, хотя, так и надо, вот, ну, как консоли у нас продаются за счет, ну, многие, PlayStation, продается за счет эксклюзивов в немалой степени, вот точно так же надо и с VR-ом, то есть, вот, бомбанула Valve Алекса и надо еще больше таких крутых игр покупать, чтобы, ну, был реальный резон взять в себе VR, вот, эта штука стоит очень дорого и, ну, объективно, покупать только ради Алекса, по большому счету, больше нет, ничего ради чего можно было бы купить VR, пока вот на рынок не завезли. Ну, вся надежда на порно, как всегда, если что-то, кроме Алекса и сможет продать шлемы, это порнуха. Ну, видишь, порнуха тоже как-то что-то буксует, крутых сервисов, по-моему, нет. Я слышал отзывы, да, что порнуха от первого лица там слишком громадными люди, кажется, слишком и не близко к твоим глазам, и это крипово до ужаса. Вы делали какую-то одну порно-игру амбициозную, но разработку свернули там через два года, по-моему. Ай-яй-яй, все очень плохо. Вот, и теперь, наконец-то, мы подходим к игре, которая понравилась Денису, и это, и Mortal Rising Phoenix. Ну, как понравилось. Первые три часа были достаточно балдежными. Это Зельда, которая доступна на ПК. Это Зельда от умственно отсталых родителей. Там можно выбрать женского персонажа, то есть, в этой игре можно посмотреть, что было бы, если бы Зельда была девочкой. Как и предполагает ее имя. Пусть сгорят несколько пуканов. Погоди, этот же эльф, его же Линк зовут. Я знаю, в этом и шутка. Все, прости, да. Это древний баян с западных интернетов. Ну, в общем, что, я бы вам много что рассказал про Immortals Phoenix Rising, но вот я поиграл три часа и у меня кончилась подписка Ubisoft Plus и все. На этом закончилась Immortals Phoenix Rising. Покупать новую подписку я себе не стал, потому что какого хрена мне четыре недели возвращалась лишняя тысяча рублей на счет. Я не хочу снова так сильно переживать за свою тысячу рублей. Ну, в общем, ну, балдежная игра. Если у вас есть подписка Ubisoft Plus, не стремайтесь скачать, да попробуйте. Не знаю, по-моему, это абсолютно, абсолютно такая же игра, как и все остальное. Вот то, что выпускает Ubisoft с поправкой на то, что там суперотстойный кринжовый юмор. Да ну, мне понравился. Я кайфовал от юморка. Но она такая, такое карикатурно-пародийная на тему греческой мифологии повествования. Только драчильный вышик от Ubisoft с классической. Ну, плюс это Зельда, которая сильно упрощена. То есть, если в Зельде там были всякие взаимодействия разных материалов, предметов с разными перками, возможностями по взаимодействию с предметами, там был котелок, в котором ты сам методом проб и ошибок выводил всякие рецепты, у тебя все оружие ломалось, и ты носил с собой арсенал, и ты знал, каким, как лучше кого затыкивать, и как-то пытался изящно использовать вот эти все свои умения, чтобы нанести урон тем, кому урон просто так не нанесешь, то здесь это все очень сильно упрощено, это такая трехкнопочная бэтменовская боевка, которая, кстати, ощущается куда лучше, блин, чем в Вальгале, и которая как минимум интереснее, чем в Вальгале, вот, все простое до ужаса, у тебя есть возможность там толкать предметы, возможность кидать предметы, вот, все по минимуму, это вот как киберпанк, который набрал в себя всего, и это все сделал на таком, на зачаточном уровне, дальше не продвинулся, вот, Immortals, это такая Зельда, в которой тоже взяли концепт, но особо так же сильно его раскручивать, как в Зельде, не стали, я про Breath of the Wild, но в целом балдежно, покупать я себе бы ее не стал, но, опять же, если есть подписка, то, возможно, зайдет. Знаешь, с чем вот хорошее взаимодействие в Immortals? Ну-ка, давай. С магазином внутриигровым? Да? Тут вообще все по классике. Мне уже даже надоело про это говорить, любой открытый мир Ubisoft, ты там можешь накупить ее хуйни. Причем, как всегда, ты можешь себе накупить этой хуйни, но для того, чтобы ты ее купил, тебе нужно купить ровно столько валюты, сколько надо, плюс еще сто. Ну, это тоже классика. Классика мобильных игр. Да. Но, я знаешь, что, я так и не понял до сих пор, может, есть какие-нибудь выводы экономически грамотных людей, на кой хер Ubisoft выпустила единственных три своих флагмана в году за один месяц разом. Что это за бред? Я не знаю, может быть, просто надо было показать, что у нас есть игры, они выходят, мы разрабатываем. Но это какая-то очень странная херня, это по тупости сопоставимо с Titanfall, когда их выпускала Electronic Arts, в самый, сука, неподходящий момент, в который они не окупятся. Тут вышла Watch Dogs Legion, через две недели вышла Вальгала, и за неделю до Киберпанка вышла Immortals Phoenix. Что за бред? Зачем? Что? Кто отдавал приказ? Кому это было выгодно? Ну, наверное, тем же людям, которые отравили Навального, но кто же знает. Типа прошлись по поводу, да? Да, все. Теперь можно заголовок вынести. Подробно обсудили отравление Навального. Ладно, ну что, все? Да все, пока. Все, пока. Ну и славненько. Все.